По данным польской стороны, количество мигрантов в районе пропускного пункта Брузги достигло 3,5 тысяч человек. В группе мигрантов, собравшихся у границы, есть женщины и дети. Ранее в Государственном пограничном комитете Беларуси сообщили, что мигранты отказались переезжать в оздоровительные лагеря, расположенные неподалеку. Отметим, что только в выходные дни было совершено более 300 попыток пересечь границу. В связи с увеличением числа попыток мигрантов попасть через Беларусь в Польшу, Варшава обвинила Минск в разжигании миграционного кризиса в Европе. В ходе пресс-конференции в Вильнюсе на тему миграционного кризиса при участии президентов Латвии и Эстонии было подчеркнуто, что необходимо защитить внешнюю границу Европейского Союза. «Сейчас необходимо согласовать общие цели Европейского Союза для того, чтобы обеспечить реальную защиту внешней границы Евросоюза и ускорить процесс пересмотра миграционной политики и политики предоставления убежища. Помимо этого, нужно обеспечить финансирование Европейского Союза для строительства физического барьера на внешней границе». Тем временем министры иностранных дел стран Евросоюза обсуждают очередной пятый пакет санкций в отношении Беларуси. Кроме этого, планируется разорвать контракты на лизинг самолётов с белорусской государственной компанией «Белавиа». В свою очередь, президент Беларуси в очередной раз отверг обвинения в намеренной организации кризиса и пообещал жёстко ответить на возможное введение санкций. Напомним, что колонна беженцев, эмигрантов из стран Ближнего Востока и Африки направилась к белорусско-польской границе 8 ноября и по сей день находится в районе пропускного пункта Брузги.